Сура 32. Поклонниц. Ас-Сажда. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Мим. Поистине, сомнения нет, что откровение сей книги пришло от Господа миров. Или они скажут, он его измыслил. О нет, сие есть истина, пришедшая от Бога твоего, чтоб ею ты увещевала людей, которым до тебя не приходил наставник, чтобы могли они идти прямой стезею. Аллах есть тот, кто небеса и землю сотворил, и все, что между ними за шесть небесных дней и после утвердился на престоле. Кроме него, защитника вам нет, нет покровителя иного. Что ж вам не вспомнить о судьбах прошлых поколений? Он сводит повеление свое с небес на землю, и, воплотившись на земле, оно потом к нему восходит в какой-то день, что мерится одною тысячью годов по вашему земному счету. Таков он, ведающий все, сокрытое от вас или представленное явно, могущ и милосерден он. Кто совершенный вид предал всему, что создал, из глины начал сотворение человека. Потом продлил его потомство из капли жидкости презренной. Потом он выровнял его и соразмерил, от духа своего вдохнул, дал зрение и слух, и сердце, и все ж как мало благодарны вы. И говорят они, ужель, когда мы затеряемся в земле, неужто в обновленном виде мы будем вновь воссозданы? Увы, они во встречу с Господом своим не верят. Скажи им, ангел смерти, кому даны на попеченье вы, приемлет душу вашу по кончине, потом к владыке своему вы возвратитесь. И если б мог ты только видеть, как голову в бесчестии склонят преступные пред Господом своим, Господь наш, видели и слышали мы то, о чем нас на земле предупреждали. Верни на землю нас, чтоб мы могли творить благое. Теперь же в истине твоей убеждены мы всей душой. О, если б мы того желали, мы б душу всякую вели прямым путем. Но мое слово было неизменно. Я ад людьми и джиннами наполню всеми вместе. Вкусите же плоды того, что вы о встрече с этим днем забыли. Теперь же мы забудем вас. Вкусите кару вечности за все свои дела. Ведь только те в знамения наши верят, кто при помине их ниц падает и воздает свои хвалы Аллаху, не величаясь, не гордясь. Они свои постели оставляют и призывают Бога своего из страха гнев его навлечь с надеждой на его благоволение и щедро раздают наподать из благ, что низвели мы им. И ни одна душа из них не знает, как много Божьей благодати еще сокрыто взором их в награду за их добрые деяния. Так неужели тот, кто всей душой уверовал в Аллаха, сравни тому, кто предался греху? Нет, не равны они нисколько. Тем, кто уверовал и доброе творил, станут обителью сады Эдема, как вечное пристанище за праведность их дел. Пристанищем же тем, кто был распутен, станет огонь пылающего ада. И всякий раз, как захотят они его покинуть, туда их возвратят опять и скажут, вкусите наказание огнем, который вы считали ложью. Но прежде мы дадим вкусить им кару ближней жизни, прежде чем их подвергнуть величайшей каре во второй, чтоб могли покаяться они и к нам вернуться. И есть ли нечестивее того, кому знамения Господа его напоминают, а он все ж отвращается от них, поистине мы взыщем с грешников сполна? Мы прежде Мусе дали книгу «Не будь сомнений о встрече с ним» и сыновьям Исраиля назначили ее путеводителем по жизни и сделали из их числа имамов, которые указывают путь по нашим повелениям, пока живет в них столькое терпение, пока в них убежденность есть в Господнем естестве знамений. В день воскресения на суд Господь твой истинно рассудит между ними все то, в чем разошлись они. Разве для них не стало по учительным урокам сколько до них мы погубили поколений, по обиталищам которых они ходят и поныне, в этом поистине знамения для них неужто им они не внемлют? Разве не видно им, как мы на выжженную землю льем дожди и ими взращиваем хлебные поля и нивы травяные, и с них едят они и кормится их скот, неужто этого они не видят? И говорят они, когда же будет этому развязка, если вы правду говорите? Скажи им, в день развязки неверным не поможет вера их, не будет им дано отсрочки. Так отвернись от них и жди, ведь они тоже ждут.